Мы находимся в гримерке, в которой музыканты готовятся к выступлению и беседуем с гипер-супер-турбо-великим человеком всея Санкт-Петербург и Ленинград Владимиром Рикшаном, который сегодня представил очередную свою книгу, а вообще является замечательным, удивительным музыкантом, оставившим неизгладимую прорезь, так можно сказать, след на теле... Язву, неизгладимую язву! На теле российского русского рока. Владимир, много ли было народу на презентации книжки? У меня было подряд два, скажем так, мероприятия. Сейчас до двух я пройдем круглый стол на тему, как там сохранить рок-историю. Ну, Виталий Калгин говорил про книги, Мария Иванова учили про памятник Пашвачеву. Ну, достаточно много, потому что в конце все запили группу «Кровенные рукавиа». У меня же даже в марушке побежали по спиням, потому что это народная песня. Потом частично моих зрителей утащил Коля Мейнард, потому что у него был рок-фольт. Но пришли другие люди, и уже я говорю про книгу «Кайф навсегда». Уже 10-е издание, ну, дополненно дописано. И мы в конце присутствующим пили песню «Я убил министра, депутата, я не попал». Удалось спеть всем вместе? Подпевал народ? В общем, да. Не так активно, как группу «Крови». Вы оппозиционер, Владимир. Нет, я не оппозиционер, я сам по себе. Я считаю, что это свободная страна, люди имеют право рассказывать свое мнение. Книжки распродались? Ну, несколько. Книга вообще дорогая. Она такая малотиражная, такая толстая, подарочного вида. Но, в общем, представителей издательства было довольным. Потому что председателям много, а по-бору продать сейчас вообще книжку кому-то. Народ купил. Моя основная задача была не этот кайф, мне хочется другие книги издавать новому издательству «Пальмир», которое образовалось на разваленных издательствах «Ампера». У меня есть подготовленная книга, хорошая. Но главный редактор был, говорит, что издадим, издадим. Ну, хорошо. А это вообще нормальный путь музыканта, на вашем примере? Музыка, 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 и потом плавно уходим не в наркотики и в водку, а в литературу. Многие же как раз на этой развилке куда-то в другую сторону сворачивают. Как удалось? Ну, может быть, по извлечению звука, некие стороны нас и опережают, но по уму и таланту мы их опережаем. Поэтому они не способны, а мы способны. Мы способны и книги писать, и музей организовать, и спортом заниматься. Такая вот у нас страна. Вот такая рок-н-ролльная немножко грань этого мероприятия, книжного форума. Это уже традиция или в этом году первый раз так? Год назад группа Санкт-Петербург играла на этой сцене. Это была своеобразная такая проба. Потом идея сформировалась, и вот рок-день. Я не знаю, насколько он интересен присутствующим, но я думаю, это новая игра нельзя уже все время, чтобы бабушки в кокошниках на книжных ярмарках плясали. Это же для разных людей. И если с помощью этого музыкального жанра можно привлечь новых посетителей в книжный ярмарк, то и хорошо. А ярмарка, это называется книжный салон. С моей точки зрения, ярмарки. Ярмарк для чего? Да, чтобы продавать. На овощных ярмарках орут и картошку продают. А у нас здесь орут, играют, чтобы люди приходили и покупали книжки. Хорошие. Плохие не надо покупать. Ну и слава богу. Ну и так как здесь шумно, один еще буквально вопрос задам. Ну как вы знаете, мы новый проект Мотерадио, хотя формация старая, такого классического рока. А вы как относитесь к мотоциклам и вообще к этой тематике? Когда у меня сын был байкером, недолго, слава богу. Он постоянно покупал какие-то гневые мотоциклы. Они посреди дороги останавливались. Он их проедал в лесу, он не мог найти. И я очень беспокоился. Когда у меня сын был байкером, и слава богу, он ездил на четырех колесах. Ну это чисто отцовские дела. Но есть значительное количество довольно известных байкеров. Псковский байкер, Саша Бушуев, Буш. Он мой приятель. И главное, чтобы ездили медленно. Ну как обычно байки резать, медленно. Замаслили всю машину. Не гонялись и не бились бы. Вот это основное проживание. Спасибо большое. Владимир Рикшан специально для Моторадио. Спасибо. Ну вот.